Банковские карты К сожалению, люди действительно знают, что этой ситуацией могут воспользоваться мошенники. Но, к сожалению, раз за разом происходит ситуация, когда люди опять попадаются на уловки. Кто-то пытается давать объявление, что карта потеряна, к сожалению, и такое есть. Кому-то звонят, говорят, за какую-то сумму. Но дело в том, что даже несколько минут, несколько десятков минут нахождение карты в руках у чужого человека может привести к самым нехорошим последствиям. Поэтому совет только один. Карту немедленно заблокировать и обратиться в банк о перевыпуске ее. Заблокировать можно и по телефону? Да, конечно, заблокировать лучше по телефону. Чем быстрее, тем лучше. Дело в том, что в течение суток кража может повториться. И, к сожалению, это довольно часто так. Они в течение суток, несколько раз, достаточно большие суммы мошенники могут снять. Поэтому заблокировать, заказать перевыпуск карты, а о той просто забыть. И не реагировать ни на какие обращения, звонки, что ваша карта нашлась, давайте поделимся. А если нашлась карта чья-то чужая, вот идешь, она лежит, что делать? А вот как бы вы поступили? Ой, я даже затрудняюсь действительно ответить. Возможно, я бы позвонила по номеру этой горячей линии, которая там написана, сказала, что нашла карту на такое-то имя. Возможно. Вот в этой ситуации все-таки эксперты советуют, как быть. Если карта лежит, то лучше всего пройти мимо. Почему? Допустим, вы отнесли ее в банк. Допустим, вы позвонили хозяину. Ну, это, конечно, исключает ситуацию, когда вы человека хорошо знаете или увидели, что у него из кармана, из бумажника вылилась карта. В другой ситуации так. Вы позвонили в банк, пришли в банк, карту отдали, записали свои данные, записали свой телефон, а дальше вам звонок с благодарностью, что нашли карту, и говорят, ну там вообще 20 тысяч списано с этой карты, или 30, или 40, вы уж, пожалуйста, верните. А ситуация может быть такая. Человек может умышленно эти деньги списать. Другая ситуация. Вы же не знаете, первое, вы нашли карту, или второе. Тот человек, который нашел карту, может эти деньги списать сам, карту бросить, а в банк-то принесли ее вы, и данные... Ну, а как? Ведь хочется все равно ее донести до адресата. А в этой ситуации так, вот то, что мы сначала сказали. Человек, который потерял карту, должен ее просто заблокировать, перевыпуск новой. И в этой ситуации, наверное, самое лучшее благо, это мимо карты пройти, либо второй вариант. Ну, хотя банки пишут на картах, что это собственность, и просьба вернуть, просто ее испортить. Самый простой способ взять бумажку, завернуть, и бросить ее в какую-нибудь урну. Из урны бумажку никто вытаскивать не будет. Потому что ведь может быть и другая ситуация. Допустим, карта лежит у банкомата, и банкомат, камера на банкомате зафиксирует, что вы эту карту взяли и положили в карман. А дальше к кому претензий? Ну, к тому, кто ее нашел. Поэтому совет такой, либо пройти мимо лучше всего, либо эту карту испортить. Дело, правда, наказуемо, может быть. А как обезопасить себя от хищения с вашей банковской карты? От хищения тоже тысячу раз людям говорили, и на тысячу первый раз люди все равно попадаются. Безусловно, никому не говорить ни пароль, ни данные карты. Потому что банк действительно может у вас в каких-то случаях запросить, но либо ваша фамилия, имя, отчество и кодовое слово, и больше ничего. Пароль не может запросить никогда. Никогда. Когда говорят про Центробанк, Центробанку вы вообще как клиент неинтересны. Центробанк с отдельными физическими лицами не работает вообще. Дальше ситуация еще такая. Не выпускать карту из внимания, когда вы расплачиваетесь в кафе, в магазине, на заправочной станции и так далее. Потому что на самом деле снять с нее данные – это дело нескольких минут. И есть еще один такой серьезный совет. В настоящее время очень много камер везде работает. В магазинах, на заправочных станциях и так далее. И вот одно движение. С одной стороны карта зафиксировано, с другой стороны зафиксировано. И дальше видео перематывается назад. И у мошенника или у неудоброжелателя в руках полные данные вашей карты, с которой можно списать деньги. Что советуют эксперты? С обратной стороны карты есть либо трехзначный, либо пятизначный карт. Его можно просто стереть. Вы стираете этот код, предварительно запомнив его или записав на телефон. И дальше ваша карта мошеннику неинтересна. Даже если вы ее потеряли, он с ней ничего сделать не может. И еще один совет. Wi-Fi. Хорошая вещь. Wi-Fi в общественных местах. Но очень уязвимая. Поэтому предложение, совет такой. Конечно, нельзя не пользоваться Wi-Fi в каких-то общественных местах. Кафе, допустим. Но предложение такое. Не заходить на те страницы, на которых есть ваши персональные данные или данные вашей банковской карты. Вот, пожалуй, такие советы. Спасибо вам огромное. Думаю, очень много кому сегодня и всегда эти советы пригодятся. И мне в том числе. Этим утром мы говорили с исполнительным редактором Алтайского информационного портала защиты правозаемщиков Игорем Нестеровым о том, как обезопасить себя и сохранить свои деньги на банковской карте. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова